А потом, по мере того, как я становился все более взрослым и разумным, я стал замечать, что эстонский и вырусский язык это все-таки разные языки. Мне стало интересно освоить хотя бы один из них, и таким образом я подружился все более крепче с эстонским языком. Поначалу мне казалось, что я знаю его достаточно хорошо, поскольку во дворе мы общались с ровесниками на эстонском языке и понимали друг друга. Но позднее, когда я поступил в Тартусский университет, изучал эстонский язык как неродной, когда нужно было разделить группу на А и Б при помощи теста, и у меня было сразу 20 ошибок, я понял, что я слишком оптимистично относился к своему знанию эстонского языка. Таким образом, я понял, что стоит изучать язык сознательно, далеко не всегда его можно освоить только на слух. И так началось мое вхождение в дебе грамматики, понимание падежей, склонений эстонского языка. Параллельно, конечно, нельзя было забывать русский язык. Почему для меня важно говорить по-русски? Почему я пишу на этом языке свои стихотворения? По двум причинам. Одна из них заключается в том, что в повседневной жизни я думаю на русском языке. Общение в моей семье с моей супругой, с детками происходит тоже на русском языке. То есть, обращаясь к этому языку при написании своей поэзии, я позволяю себе быть естественным, излагая свои мысли так, как я думаю, так, как мне удобно. И с другой стороны, поскольку это мой родной язык, по-эстонски эмакейль, у меня есть возможность таким образом выразить уважение к своим родителям. То есть, используя русский язык поэзии, я показываю, что я уважаю своих родителей, отца и мать. То есть, если говорить о эстике, то есть, я думаю, что мне трудно будет работать в Вене-Мал, когда я буду работать в Вене-Мал, когда я буду работать в Вене-Мал. То есть, если говорить о том, что я буду работать в Вене-Мал. То есть, если говорить о инёршке, то есть, если говорить о том, как гости и другая, то есть, когда я буду работать в Вене-Мал, когда я буду работать в Вене-Мал達ической компании, то есть căловlove, мнеiness концер, я буду работать в Вене-Мал. это смешный шум, а то мальчик, и то планированное добавление и пока нет, если искр есть фэнерский лъёг, то есть, что это выстроен, Flynn читает в этом году с кем-то, и это очень здоровый и вкусный и делайся Пока!